Здравствуйте, в эфире программа тема дня, меня зовут Никита Васильев и сегодня мы вместе с председателем избирательной комиссии Тверской области Валентиной Евгеньевной Дроновой будем обсуждать предстоящие выборы. 19 сентября, я напомню, у нас единый день голосования в России, ну как, он единый, да, но вообще их будет три дня голосования, да, будет главный, один 19 числа, 19 сентября и вот обо всем том, что предшествует этому дню и что, в общем-то, ждет всех избирателей 19 сентября и те дни, которые также под голосование отданы у нас в этом году, мы обо всем этом будем сегодня говорить. Валентина Евгеньевна, здравствуйте, во-первых, спасибо, что пришли к нам сегодня. Валентина Евгеньевна, ну и давайте сразу, наверное, первый вопрос, чуть больше месяца у нас остается, вот буквально вот уже сейчас немножко августа, да, и в сентябре, в середине сентября уже мы начнем, в общем-то, процедура голосования, да, у нас начнется. Расскажите для начала, кого мы вообще в этом году, в общем-то, будем избирать, мы выбираем несколько уровней, да, в том числе и глава региона, расскажите, кого будем избирать, в каком количестве, как это все будет проходить. Действительно, в этом году на территории нашей области, как и всей Российской Федерации, проходит очень масштабная избирательная кампания, будет проходить более трех тысяч голосований, только вдумайтесь, более трех тысяч голосований. И наша Тверская область, конечно же, не исключение. Начнем с выборов самого высокого уровня, это федеральный уровень, выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва. Нам предстоит избрать 450 депутатов в целом по России. У нас на территории Тверской области мы будем голосовать по двум одномандатным избирательным округам, 179-й Тверской и 180-й Заволжский, за кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам. Здесь этап выдвижения и регистрации у нас уже завершен, и мы понимаем, что у нас по 179-му округу участвуют 10 кандидатов, мы увидим в бюллетене фамилии конкретные, по 180-му округу участвуют 8 кандидатов, где мы также увидим конкретные фамилии. Помимо этого, каждый из нас, житель Тверской области, получит избирательный бюллетень для голосования за федеральные списки кандидатов. Здесь в Центральной избирательной комиссии также уже завершен практически этап регистрации федеральных списков, и есть понимание, что, скорее всего, в избирательном бюллетене федеральных списков мы увидим 14 политических партий, соответственно, то есть выбор будет дан из 14 политических партий, это федеральный уровень. Далее, важнейшие для нашей области выборы, это, конечно же, выборы губернатора Тверской области, мы выбираем высшее должностное лицо нашего субъекта. Здесь также этап регистрации уже завершен, мы понимаем, что на сегодняшний день, если ничего не случится вдруг такого внештатного, экстраординарного с кандидатами, не дай бог, да, в этой части, мы понимаем, что у нас 5 кандидатов. Все они выдвинуты политическими партиями, то есть 5 человек, есть выбор, абсолютно есть выбор, представлены абсолютно разные идеологии, разные политические партии. Масштабнейшая для области кампании, это выборы депутатов законодательного собрания. Масштабнейшая, потому что это для нашей области самое большое количество участников. Напомню, мы выбираем 40 депутатов законодательного собрания, 20 из них по одномандатным избирательным округам, и у нас в одномандатных избирательных округах участвуют 127 кандидатов на 20 мандатов, и на 20 мандатов других, которые будут распределяться по пропорциональной системе, у нас 9 политическими партиями выдвинуто 537 кандидатов. В целом, по выборам депутатов законодательного собрания, 664 человека участвуют, представляете? А 40 мандатов всего мы будем, как говорится, разыгрывать. То есть, можно сказать, конкуренция достаточно серьезная. Конкуренция серьезная, конкуренция, на мой взгляд, большая, даже такая чрезмерная, может быть, сказать. Ну, вот эта ситуация. Далее, у нас еще помимо регионального уровня будут выборы местного значения. И напомню, что здесь у нас, в первую очередь, наверное, хотелось бы обратить внимание на вновь образованные наши муниципальные образования. Напомню, что весной этого года законодательным собранием были приняты законы о преобразовании четырех муниципальных районов в муниципальные округа. Это у нас Лихославский, Аспировский, Молоковский и Ромешковский районы. Там пройдут выборы первых созывов муниципальных дум. Второй созыв городской думы будет избираться в Удомельском городском округе. Далее у нас выборы в городских сельских поселениях, плюс есть дополнительные выборы по ряду муниципалитетов. В целом подлежит замещению 197 мандатов, претендует 348 кандидатов. Тоже достаточно высокая конкуренция, с учетом того, что на выборах в органы местного самоуправления сельских и городских поселений округа многомандатные. То есть вот это тот масштаб, то кого и сколько мы должны будем избрать в этот единый день голосования, который нам предстоит. Да, мы говорим 19 сентября 2021 года, но подразумеваем, что голосование будет проходить три дня. Ну, а немножко поподробнее о том, как оно будет проходить в течение трех дней, мы с вами, конечно, поговорим. Вы сказали, назвали мне уже определенные числа, цифры, значения, сколько кандидатов, как они регистрации и так далее. А есть те, кому вы отказывали? Наверное, не все же эту дистанцию, эти барьеры первые преодолели. И если отказывали, то по какой причине? Что обычно является причиной отказа и так далее? Ну, скажу так, что пока та ситуация, которая складывается на территории области, ну и в целом по России, о чем неоднократно уже говорила Элла Александровна Панфилова, что данная избирательная комиссия проходит в максимально лояльном режиме для всех кандидатов и политических партий. И если только уже, ну, как говорится, вот все, нельзя, вот совсем нельзя помочь или нельзя как бы в данной ситуации регистрировать, тогда идет отказ в регистрации, как буквально на днях центральная избирательная комиссия отказала одной из партий, которая должна была собрать в поддержку своего выдвижения 200 тысяч подписей, но собрала меньше 100. Ну, то есть по закону недостаточное количество подписей было представлено. И, конечно, у ЦИКа просто не было другого выхода, кроме как отказать данной политической партии в регистрации на выборах депутатов Государственной Думы. Аналогичная ситуация складывается и у нас на территории области. На сегодняшний день у нас единственная пока не зарегистрированная партия, список партий, это партия «Новые люди», которая собирала подписи в свою поддержку и есть у избирательной комиссии по тем подписям, которые представлены в поддержку списка этого партии, определенные вопросы. И я боюсь, что данные вопросы не позволят принять решение о регистрации, хотя решение окончательно еще на сегодняшний день не принято. В остальном, как я вижу, пока компания проходит достаточно лояльно. У нас есть, конечно, кандидаты, которые сами не дошли, но это не отказы, это мало ли изменились обстоятельства, передумали или еще что-то. Но пока отказов у нас, ну, буквально там два отказа, которые есть в целом по области. Ну, насколько я понимаю, да, у нас в этом году нет досрочного голосования, да, то есть отменено. Но, тем не менее, известно, что со 2 августа территориальные избирательные комиссии и многофункциональные центры принимают заявления от граждан. Расскажите, что это за заявление, какая вот здесь по этому направлению идет работа? Действительно, у нас произошли достаточно серьезные изменения в законодательстве по сравнению, в первую очередь, с 2016 годом, когда у нас проходили такие же масштабные кампании. Тогда у нас были открепительные удостоверения. Все помнят, да, вот эти цветные бланки, которые выдавались, по ним было много вопросов, в том числе на федеральном уровне. И с 2017 года открепительные удостоверения были отменены. И центральная избирательная комиссия, и в законе теперь это уже прописано, такой механизм, как механизм мобильного избирателя. А по нормативным документам это называется, можно подать заявление о голосовании по месту нахождения. Что это позволяет сделать? Это позволяет проголосовать там, где вам голосовать удобно, где вы будете находиться непосредственно в день или дни голосования, как в этом году. Мобильный избиратель, он действительно начал работать со 2 августа, и по 13 сентября включительно можно подать заявление о включении в список по месту нахождения. Где можно подать? Подать можно через территориальные избирательные комиссии, они уже работают. Все 45 тиков нашей области. То есть, ну, примерно за полтора месяца до выбора они уже работают свою полноценную начальнюю. А в данной ситуации это 45 территориальных избирательных наших комиссий. Далее это 34 МФЦ на территории области. Далее это не выходя из дома можно оформить такое заявление через портал ЕПГУ, госуслуги. Скажем так, с 8 сентября такое заявление можно будет оформить в 1150 участковых избирательных комиссий. Но срок подачи таких заявлений 13 сентября. Все, завершается. Надо учитывать особенность. Так как выборы у нас смешанные, и у нас и Госдума на территории области 2 округа, и законодательное собрание 21 мандатных избирательных округов. А право проголосовать нам принадлежит в границах того округа, где мы зарегистрированы по месту жительства. Поэтому если кто-то торопится и думает переписаться куда-то, может быть не смогу прийти на свой участок проголосовать, подумайте, необходимо ли вам это. Может быть те условия, которые сегодня предоставлены и организованы системой избирательной комиссии, позволят вам все-таки прийти на свой избирательный участок, потому что трехдневные голосования в этой части. Потому что если мы выйдем за границы своего одномандатного округа, то мы за кандидата одномандатника либо по Госдуме 179 и 180 не проголосуем, либо за своих кандидатов одномандатников по выборам депутатов законодательного собрания. Вот это надо учитывать. Если покинем пределы нашей Тверской области, то за пределами мы проголосуем только за федеральные списки кандидатов, выдвинутых на выборах депутатов Государственной Думы. Есть такая особенность в связи с наложением избирательных компаний различного уровня. В чем еще есть особенность этой избирательной компании? Абсолютно новая возможность есть. Раньше этого не было. Если вы подали заявление о голосовании по месту нахождения, то все, как говорится, вы уже привязаны к тому участку, куда были приписаны через мобильный избиратель. В эту избирательную компанию, если вдруг кто-то оформил такое заявление, изменились обстоятельства, не поехал в командировку, отменился отпуск или что-то еще другое, есть возможность в том же самом порядке, как подавалось заявление, это заявление аннулировать и спокойно прийти на свой участок по месту жительства. Точно так же через портал Госуслуг, через ТИК, через УИК, через МФЦ подать заявление об аннулировании ранее поданного заявления, и все, вы приходите на свой участок, и никаких вопросов к вам не возникает в списке избирателей на своем избирательном участке. Ну что ж, о других особенностях предстоящих выборов мы поговорим после небольшой рекламы. У нас пауза, мы вернемся совсем скоро. Мы возвращаемся, вы смотрите программу «Тема дня», меня зовут Никита Васильев, и сегодня мы вместе с председателем избирательной комиссии Тверской области Валентиной Евгеньевной Дроновой обсуждаем, во-первых, нынешнюю предвыборную кампанию, да, она уже идет, она уже в разгаре, кандидаты регистрируются, партии регистрируются, и говорим о том, что нас ждет 19 сентября, в единый день голосования, дней, как мы уже, да, с Валентиной Евгеньевной поговорили, будет три. Вот, собственно, Валентин Евгеньевна, давайте вот поподробнее об этом вопросе. Три дня мы голосуем, то есть это 17-е, 18-е и 19-е воскресенье. Ну, бытует много разговоров у людей, которые, может быть, не смотрят новости, да, не заходят в интернет, шутят, что якобы 17-го мы избираем одних кандидатов, 18-го думу, 19-го губернатора. Это не так? Расскажите, пожалуйста, да, что, как будет работа в ходе вот этих трех дней строиться, почему их три, и как будет осуществляться вот именно голосование в трехдневной. Ради бога, не путайте избирателей, все три дня абсолютно одинаковые, во все три дня мы будем получать одинаковое количество бюллетеней и голосовать по всем уровням выборов, которые проходят на территории того избирательного участка, где избиратель придет и будет голосовать. Итак, почему три дня? В первую очередь Центральная избирательная комиссия, определяя вот такой многодневный режим голосования, исходила из обеспечения условий безопасности как членов избирательных комиссий, которые будут работать, так и, конечно же, избирателей. Мы все понимаем, что эта избирательная кампания проходит в условиях распространения... Пандемию никто не отменял. ...само собой, новой коронавирусной инфекции. Ситуация, да, она постепенно начинает улучшаться вновь, но мы не можем предугадать, что будет в сентябре. И для того, чтобы развести потоки людей, потоки избирателей во времени три дня, соответственно, в пространстве новые формы голосования, Центральная избирательная комиссия отдельным своим документом, порядком о проведении трехдневного голосования, определила, что голосование будет проходить 17-го, 18-го и 19-го. Все три дня наши участковые избирательные комиссии будут работать с 8 часов утра до 20 часов вечера. В каждой из этих дней каждый из нас может в это время, каждый день, 12 часов целых будут работать уйки, прийти проголосовать непосредственно в помещении для голосования. Либо если вдруг по уважительным причинам я не могу прийти на этот избирательный участок, состояние здоровья, инвалидность, мне необходимо ухаживать за кем-то, кто нуждается, либо иные уважительные причины, а в том числе наличие нашей пандемии, с которой мы боремся уже на протяжении практически двух лет, можно подать заявление о голосовании на дому вне помещения. Такие заявления можно будет подавать в участковую избирательную комиссию с 9 сентября и по 19 сентября, включительно до 14 часов, позвонить, передать посредством третьих лиц. Мало того, сейчас также появился сервис на портале госуслуг, и заявление о голосовании вне помещения можно также оформить через портал госуслуг. И тогда к такому избирателю участковая избирательная комиссия придет с переносным ящиком, оформится заявление с реестром, и человек проголосует на дому. Это привычно, это было и раньше. Плюс для тех наших населенных пунктов, а мы самая большая область ЦФО, у нас самое большое количество населенных пунктов, и львиная доля из них это сельские, маленькие, удаленные населенные пункты нашей деревни. Вот для таких населенных пунктов Центральная избирательная комиссия ввела дополнительную форму реализации активного избирательного права. Это голосование в удаленных населенных пунктах, транспортное сообщение, с которыми затруднено, либо отсутствует, и где отсутствует помещение для голосования. То есть понимаете, да? Вот к таким избирателям, предварительно предупредив их о том, когда, 17-го, 18-го ли, в какое время наши участковые избирательные комиссии также будут осуществлять выезд, там уже не требуется заявлений, будет информация, и граждане эти там проживающие могут к месту определенному комиссии, там возле старого магазина, там или там возле клуба сельского, который может быть тоже уже не функционирует, подойти и, соответственно, проголосовать. А там комиссия пойдет со списком избирателей, соответственно, тоже с переносным ящиком, у нее будут информационные материалы про кандидатов, чтобы здесь тоже все понимали, не агитация, а информационные материалы, аналогичные тем, что на избирательном участке расположены. Да, то есть не везде есть интернет, не везде люди смогут просто ознакомиться с тем, как они говорят. Конечно, конечно, в этой части. То есть такой способ голосования тоже у нас сегодня мы прорабатываем. Наши территориальные избирательные комиссии совместно с главами муниципалитетов прорабатывают, сколько у нас таких населенных пунктов, как лучше организовать там голосование, транспорт подбирают для того, чтобы можно было доступность доехать, потому что, вы знаете, область разбросанная, где-то можно только через даже соседние субъекты добраться. То есть вот такой способ голосования тоже у нас будет проводиться. То есть три вида помещения на дому и в удаленных населенных пунктах, плюс все три дня. Вот удаленка, так называемая, в этих удаленных населенных пунктах голосование будет 17-го, 18-го, 19-го уже там такого не будет. А на дому, на дому по заявлениям и 17-го, и 18-го, и 19-го числа. И, соответственно, все три дня помещения для голосования. Помимо того, что разводится голосование во времени, в пространстве, Центральная избирательная комиссия, система избирательных комиссий Российской Федерации заботится также о безопасности с точки зрения предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции, все члены участковых избирательных комиссий будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Каждому избирателю, который будет приходить голосовать на участок, к которому приедут на дом голосовать, будут выданы маска индивидуальная, будут выданы перчатки, будут выдана ручка для заполнения избирательного бюллетеня. Все индивидуальное, одноразовое. Да, одноразовое. Плюс на входе будет осуществляться термометрия, будет предоставлена возможность антисептикам обработать руки. Плюс сами помещения периодически будут обрабатываться антисептическими средствами. То есть протираться будут столы, столики в кабинках, комплексы обработки избирательных бюллетеней. Плюс по окончанию каждого дня будет проводиться полная дезинфекция данных помещений. И, конечно же, 19-го, после завершения голосования, подсчета голосов, так как у нас многие участки располагаются, в том числе и в учебных заведениях, то есть будет проводиться тоже полная обработка для того, чтобы помещения были переданы под учебный процесс, полностью, скажем так, безопасны для нахождения там наших детей. Ну вот, в общем-то, да, вопрос про санитарно-эпидемиологические безопасности вы уже предвосхитили мой. Но есть еще один такой момент интересный. Мы знаем, что у нас жители Твери будут голосовать за кандидатов по одномандатникам по двум округам, да, с 189 и 180. И граница вот эта, она буквально, правильно говоря, проходит по реке, по Волгу. То есть, получается, перейдя мост, мы, получается, оказываемся в другом округе. И жители вот своего района, они голосуют уже по другому округу. Да, у нас за Волжский район, получается, они голосуют по 180 округу, за кандидатов 180 округу. А другие три района, за Центральный, Пролетарский и Московский, у них 179 округ. Такая же ситуация, условно, разрезание на две части постигла Калининский район. Также часть поселений входит в 180, а часть поселений, соответственно, в 179 округ. Далее, с точки зрения выборов депутатов Госдумы, другие муниципалитеты так у нас не делятся. На выборах депутатов Законодательного собрания, ровно так же, на территории того же Московского района, два округа, где там есть кусочки из, например, Пролетарского района, который добавляется. К Центральному что-то, наоборот, от Московского, для того, чтобы соблюсти среднюю норму представительства. Калининский и Конаковский район, там тоже такая у них, получается, интересная структура, когда от Конаковского района в Калининский почти 10 тысяч отрезается Реткино, там Городня, вот эта вот часть. Ну, то есть, здесь действительно у нас сложная конфигурация с округами, но, опять же, она вынужденная для того, чтобы соблюсти среднюю норму представительства избирателей на один депутатский мандат. Иначе будет перевес. Кто-то будет избираться там 60 тысячами, да, кто-то всего 40. Слишком большая разница. Ну, вот мы уже поговорили о некоторых особенностях, да, ну, введениях, которые эти выборы будут сопровождать. Но есть вещи, которые уже с нами давно достаточно, и к которым мы привыкли. В частности, я говорю о видеонаблюдении на участках. И вот по последней, да, по последней информации ЦИК заявил, что одни из самых масштабных, вот в плане вот организации, масштаб видеонаблюдения, он, ну, можно сказать, беспрецедентен. Так ли это на самом деле? Касается ли это в том числе и Тверской области? Если да, то почему? Вы знаете, действительно, в эту избирательную кампанию планируется, что видеонаблюдением в том или ином виде, да, как бы будет закрыто практически 98% избирательных участков. Практически каждый участок. Практически каждый участок. Понятно, что видеонаблюдения не будет во временных избирательных участках, которые в больницах, да, в стационарах, в следственных изоляторах. Ну, есть определенные особенности с точки зрения голосования, определенные категории наших избирателей, которые проходят службу в вооруженных силах и еще. То есть вот это совершенно небольшое количество. Видеонаблюдение будет двух видов. Первое — это видеонаблюдение, которое будет организовано на избирательных участках больших. И такое видеонаблюдение будет организовано Ростелекома. Это будет трехдневное, никогда не было три дня, был один день всегда, трехдневное видеонаблюдение с трансляцией на портал, доступ к которому будет предоставлен всем политическим партиям, участвующим в выборах, всем зарегистрированным кандидатам в Государственную Думу, партиям, выдвинувшим областные списки, у кого проходят выборы, общественным палатам регионов, которые могут теперь направлять наблюдателей в этой части, дальше избирательным комиссиям для контроля за ниже стоящими избирательными комиссиями. У нас на территории области вот такое видеонаблюдение будет на 446 избирательных участках, но при этом с точки зрения количества избирателей они охватывают почти 67% избирателей. Это крупные избирательные участки, расположенные в административных центрах в городе Твери, в административных центрах районов, то есть более тысячи избирателей таких участков зарегистрировано. Плюс в 45 территориальных избирательных комиссиях с момента начала подведения итогов, то есть с 8 часов 19 числа, также будет видеонаблюдение для того, чтобы можно было контролировать, а как происходит этот процесс, каким образом принимаются протоколы участковых избирательных комиссий, как подводятся итоги на территории. На остальных 704 участка у нас получается, планируется, что будет организована видеорегистрация, то есть будет установлена техника специальная, которая будет осуществлять видеорегистрацию с записей тоже так же все три дня голосования. В первую очередь запись будет направлена и камеры будут направлены, вот во втором случае видеорегистрация, на места, где будут храниться избирательные бюллетени, оставленные избирателем, проголосовавшими 17 и 18 числа. Потому что очень возникает вопрос у некоторых политических сил, а что будет с этими бюллетенями, 17 проголосовали, считать будут только 19. Так вот, порядки, которые приняты на сегодняшний день, центральные избирательные комиссии, которые будут реализовываться на каждой участковой избирательной комиссии, они настолько скорпулезно все это прописывают, и уж настолько у нас там уже продуманы механизмы обеспечения сохранности этих избирательных бюллетеней, что, ну, сомневаться просто в этом не должно никого, ни у кого из-за этих сомнений. Ну, помимо видеонаблюдения, у нас традиционно уже для выборов и наблюдатели, да, общественники, вы уже об этом частично, да, упомянули, то, что они будут работать на выборах. Давайте немножко поподробнее. Правильно я понимаю, что они, наблюдатели, тоже будут работать три дня, круглосуточно, да, вот. Вот, и, может быть, просто раньше такое было, сейчас, может быть, в связи с пандемией немножко все изменилось, но хочу спросить, международных наблюдателей стоит ожидать в этом году? Международные наблюдатели, скорее всего, будут. Ну, это не наши прерогативы, это уровень центральной избирательной комиссии и федеральных органов власти, Госдума может пригласить, Совет Федерации может пригласить. Но на сегодняшний день есть информация, что центральная избирательная комиссия направила в международные организации приглашение для участия в наблюдении за выборами, которые будут проходить на территории Российской Федерации в этот единый день голосования. При этом я напомню, что международная миссия может быть как долгосрочной, когда они заезжают, например, там за полторы, две, а то и три недели до дня голосования, так и непосредственно в день голосования, когда это короткосрочная миссия. Поэтому международных наблюдателей ждать, конечно же, мы будем, и мы все ждем. И я практически уверена, что в связи с нашей хорошей, очень отличной просто транспортной доступностью, скорее всего, у нас на территории области кто-то будет из международных наблюдателей. Как будет строиться работа тех вот наблюдателей, да, обычных? То есть они будут работать три дня круглосуточно, да? Не надо круглосуточно. Круглосуточно не надо. Не круглосуточно. Круглосуточно не надо. Как будет строиться их работа? Какие функции, да, и как попасть, допустим, в число наблюдателей? Поздно ли это сделать сейчас или уже еще? Нет, абсолютно еще не поздно это сделать. Итак, наблюдатели, кто их может назначить и направить в участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии, в избирательную комиссию Тверской области? В первую очередь, это те партии, которые выдвинули федеральные списки, их 14, да. Наши областные списки в ЗАГС собрания, их, я уже говорю, 9, да, которые выдвинули списки, ну, может быть, останется 8 в этой части, да. Далее, у нас могут назначить наблюдателей зарегистрированные кандидаты, как на выборах депутатов Госдумы, кандидаты в губернаторы, кандидаты в законодательное собрание по одномандатным избирательным округам и кандидаты на выборах в органы местного самоуправления. То есть вот каждый из этих субъектов может назначить минимум по два наблюдателя на каждый избирательный участок. Помимо этого, так же, как это было на выборах президента, правом назначения наблюдателей наделены Общественная палата Российской Федерации и Общественная палата Тверской области. Они заключают соглашение с общественными организациями. И вот общественные организации, с которыми заключены соглашения, дают, соответственно, своих членов, своих представителей Общественной палате для назначения их представителей наблюдателями на избирательных участках. Я знаю, что общественная палата области проводит большую работу, в первую очередь, по обучению полонаблюдателей. Такая работа ведется уже с мая месяца этого года, и около трех тысяч наблюдателей уже от общественной палаты прошли обучение. То есть они понимают, что будет происходить на избирательных участках, понимают особенности трехдневного голосования. Присутствовать они могут все три дня с 8 до 20, пока комиссия работает в помещении. Могут выезжать с голосованием на дому, могут выезжать для голосования в удаленные населенные пункты в этой части. Почему по два? Для того, чтобы они могли периодически меняться. Как раз вы говорите, три дня смогут ли они, наши же члены комиссии участковых смогут работать три дня. Надеюсь, что и партии, и кандидаты берут таких своих сторонников, которые будут на избирательных участках, а в том числе присутствовать. Мы заинтересованы, чтобы наблюдателей было больше. Мы заинтересованы, чтобы было больше общественного контроля. Мы уверены, что наблюдатели это не столько контролеры, сколько помощники избирательных комиссий, для того, чтобы все, что происходит на избирательном участке, происходило в строгом соответствии с законодательством, с теми нормами, в том числе очень много нового, чтобы вот это все соблюдалось от буквы до буквы. Ну что ж, на этом небольшую паузу предлагаю сделать. У нас снова небольшая реклама, а мы вернемся совсем скоро. В течение трех дней некоторые нюансы этой работы Валентина Евгеньевна уже нам озвучила, но есть еще ряд вопросов. Валентина Евгеньевна, совсем скоро предвыборная кампания, мы понимаем, что она еще официально не стартовала. Процесс регистрации не завершен, я имею в виду? Компания официально стартовала с момента назначения. Мы можем уже об этом говорить. Предвыборная агитация в СМИ, она начнется совсем скоро, тоже официально. Ну, тем не менее, уже вот мы видим, что наши подъезды там, да, где-то на окнах, по подоконниках. Ну, как всегда, это бывает уже газеты, листовки какие-то в том числе и на улице люди газеты раздают. Но всегда возникает вопрос, насколько те или иные действия агитаторов законны, а какие нет. Расскажите вот об этом и что может грозить нарушителям, которые, да, скажем так, не совсем в правовом поле свою агитацию ведут. И такой еще вопрос, правда ли, что у избирательных комиссий есть право блокировать какие-то сайты в интернете, которые тоже вот не совсем, скажем так, в чистую играют, на чистом плане? Предвыборная агитация. Ну, первое, предвыборная агитация с точки зрения распространения вот этих самых газет, листовок, там, плакатов каких-то, что-то еще с точки зрения наружной какой-то вот политической рекламы. Данная ситуация, это возможно с момента, когда кандидат у нас выдвинулся и начинает свою избирательную кампанию. Поэтому мы уже и видим на территории города, области, вот достаточно большое уже количество баннеров, плакатов, листовки, газеты, вот то, что вы перечислили. Избирательную комиссию области уже достаточно активно, политические партии пока уведомляют о своих материалах, потому что прежде чем их распространить, они в обязательном порядке должны быть представлены в избирательную комиссию. Каждый отпечатанный агитационный материал должен содержать выходные данные, где указано, кто заказчик, кто изготовитель, из фонда какого кандидата или какой политической партии это все дело оплачено. Ну, еще ряд там реквизитов технических в этой части. То, что касается агитации в средствах массовой информации. Агитация как таковая начинается с 21 только августа. Официальная полновесная агитация с законом четко регулирована за 28 дней. Проходить она будет полновесные три недели. Проходить она будет как в печатных средствах массовой информации, может размещаться в электронных средствах массовой информации. Ну, я понимаю, сегодня у нас, конечно, очень распространенный это интернет. Вот здесь хочется сразу предупредить и политические партии, и кандидатам. Прошли те времена, когда интернет был совсем не урегулирован. Бесконтрольный. Бесконтрольный, да. Сегодня четко есть понимание на всех уровнях избирательных комиссий, и законодательно тоже это закреплено, что распространение агитационных материалов в интернете, это похоже на распространение АПМ-ок. То есть, так я вам в руки отдала, а так я вам на вашу страницу личную что-то сбросила в этой части. И прежде чем что-то размещать в интернете, также необходимо дойти до избирательных комиссий соответствующего уровня, и представить уведомление, какой материал, за счет каких средств и где будет размещаться. Пожалуйста, уважаемые кандидаты, уважаемые политические партии, не забывайте это делать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию в виде административных штрафов, которые возможны за нарушение правил ведения предвыборной агитации. В газетах, которые официально, на телевидении, которые официально, напомню, что есть бесплатный эфир, бесплатная печатная площадь, и жеребьевки будут у нас проходить достаточно большое количество и для Госдумы, и для ЗС, и для кандидатов на должность губернатора, где им будет предоставлена возможность бесплатной печатной площади в газетах, а у нас их 38 муниципальных, тире государственных, и плюс наши тверские ведомости, плюс ВГТРК Тверь, государственный канал, который также предоставит безвозмездно эфирное время, как для индивидуальной агитации, где кандидаты смогут либо сами индивидуально выступить, либо какой-то ролик разместить, плюс, в зависимости от того, сейчас вот мы смотрим вместе с ВГТРК, считаем минуты, секунды. Вы верите, как в аптеке, да, вы верите? Да, конечно, по количеству кандидатов, по количеству партий, вполне возможно, может быть, у нас будут и дебаты, то есть совместные агитационные мероприятия на нашем региональном телеканале. На федеральном уровне они будут однозначно, да, в этой части. Плюс партии и кандидаты за счет средств того самого избирательного фонда, который они формируют для ведения своей избирательной кампании, могут за плату заключить договора и в том числе разместить свои агитационные материалы, и в газетах, и, соответственно, на телевидении, в том числе обратиться и на ваш телеканал в этой части. Далее, то, что касается блокировки. Вот здесь, да, это новые полномочия, которые только-только в этом году появились у избирательных комиссий. И, скажем так, система избирательных комиссий очень аккуратно и очень так взвешенно подходит к возможности применения этой нормы, потому что, скажем так, сегодня еще тонкости все вот эти не урегулированы. Но если появится какой-то ресурс, который будет реально действительно нарушать нормы законодательства, которые предписаны соблюдать при проведении предвиборной агитации, у нас есть возможность обратиться в Роскомнадзор с тем, чтобы Роскомнадзор применил те полномочия, которые есть уже у него, с точки зрения блокировки данного ресурса. А вот все-таки хочу уточнить еще маленький момент. Вот эти люди, которые раздают газеты на улице, листовки, а, как правило, это всегда законная деятельность? Или есть там, если вот так копнуть, можно найти какие-то нарушения? На сегодняшний день, на сегодняшний день. А не такая работа согласовывается с Собирательной комиссией? Нет, раздача где-то материал сам, который раздается, а все остальные люди, либо это сторонники партии, либо кандидат, который безвозмездно, либо там заключены договора, что мы увидим из отчетов кандидатов, что он оплачивал, например, агитаторам, которые стояли на улице и раздавали эти газеты. То есть здесь два варианта. Либо это безвозмездные сторонники политической партии, либо это люди, привлеченные по договорам гражданско-правового характера, и их работа в том числе должна быть оплачена за счет средств избирательного храна. И вы сказали, вот я услышал интересный момент, что любая продукция, агитпродукция, она всегда подается в избирком на согласование. Есть ли уже прецеденты какие-то, что в избирательной комиссии в области забраковало какие-то материалы? И если да, то какие причины, как правило, могут служить для того, чтобы материал, допустим, вы сказали, нет, наложили свою табу на публикацию? Ну, пока на сегодняшний день вот так, чтобы мы завернули, условно говоря, жестко какой-то материал, таких ситуаций нет, но есть ситуации, когда по техническим приходят выходные данные неправильно. Дата, например, изготовления этого материала, там она какая-то непонятная, когда там еще кандидат и не выдвинулся тогда даже. Мы понимаем, что там вместо там восьмерки поставили месяца, поставили там шестерку, ошибка какая-то произошла, мы и это тоже отслеживаем. Даже вот такие вот нюансы и предупреждаем уже сразу кандидата или партию, которая принесла, что, пожалуйста, смотрите, вот здесь у вас ошибка, если пойдет распространение, мы вынуждены будем обращаться за пресечением такой агитационной вашей деятельности. Ну, как правило, технические-то ошибки, да? Пока технические ошибки, каких-то серьезных моментов, чтобы содержали эти агитационные материалы противоправную какую-то информацию, да, которую вы знаете, что у нас есть злоупотребление, которые возможны, пока, слава богу, нет. И я надеюсь, что наши кандидаты, наши политические партии в рамках законодательства с точки зрения проведения агитации удержатся. Да, у нас есть уже ряд обращений в отношении одного сетевого издания. Мы уже предупредили главного редактора, сегодня у нас есть еще два предупреждения, дальше мы будем направлять материалы в Роскомнадзор, дальше уже Роскомнадзор будет принимать решение о, возможно, привлечении к ответственности. То есть надо быть очень аккуратными, потому что сегодня вот у нас агитационные еще в газетах, в сетевых, в СМИ официальных не началось, и быть надо очень аккуратными, анализируя в том числе списки кандидатов, говоря и давая какие-то характеристики тем или иным кандидатам. Вот здесь настолько тонкая грань, которым можно ее переступить и попасть уже из аналитики или из информирования попасть в незаконную агитацию. Или антиагитацию. Ну, конечно, конечно, конечно. Поэтому здесь надо быть очень аккуратными, и я надеюсь, что у нас очень опытные журналисты работают на территории области, что вот таких моментов у нас много не будет. Ну, еще раз напомню, что официальная агитация в СМИ, она, как вы сказали, сортует 20... 21 августа. 21 августа за 28 дней до, в общем-то, 19 сентября, до единого дня голосования. И что еще хочу обратить внимание. Все спрашивают еще, день тишины. Будет ли он? И что это такое? Нет, вот сегодня, значит, ситуация следующая. Из-за того, что у нас трехдневное голосование, агитация, в том числе в средствах массовой информации, печатных, в электронных, завершится в 24 часа 16 сентября. День, предшествующий первому дню голосования. Вот этого буфера, как это раньше была, суббота, его сегодня у нас не будет. Тоже будьте очень аккуратны. Особенно периодика, который выходит четверг, а распространяться может уже в пятницу, в первый день голосования. Вот здесь тоже очень быть надо внимательными. И когда будут распределять, соответственно, номера, где будут публиковаться, конечно, последний номер надо исключать. Иначе вот просто можно технически попасть вот в нарушение. Такой еще вопрос. У нас в законодательстве не так давно появилась новая норма иностранной агенты. Касается ли это работы избирательной комиссии, да, может ли так статься, что один из кандидатов будет тем самым иностранным агентом? Вот как тут грань, какую вы работу ведете вот в этом направлении? Действительно, норма появилась в этом году. Она появилась и норма очень такая серьезная. Первое, то, что касается лиц, признанными иностранными агентами или аффилированными с иностранными агентами, такие кандидаты должны были указывать в данных, которые они представляют в избирательной комиссии, эту информацию. И эта информация избирательная комиссия обязана довести до избирателя. Мы проверяем эти данные, мы всех кандидатов на аффилированность, так называемую, проверяем. Работаем мы здесь во взаимосвязи с управлением Минюста Российской Федерации по Тверской области. Центральная избирательная комиссия, соответственно, с Минюстом Российской Федерации осуществляет взаимодействие. И в этой части, если даже бы где-то мы установили, что у нас присутствует такой кандидат, который даже не указал этой информации, то мы обязаны были бы ее довести до избирателя, указав, а, в избирательном бюллетене в обязательном порядке, и, б, в информационном плакате, который изготавливает избирательная комиссия и размещает их на избирательном участке. На федеральном уровне в отношении одной из политической партий такая ситуация случилась. И мы с вами в избирательном бюллетене данную надпись уже увидим. На наших выборах, то, что на территории области, у нас такого не установлено. Плюс еще очень серьезная норма, которая появилась в законодательстве, это так называемые причастные к деятельности организации, которые в судебном порядке признаны террористическими или экстремистскими организациями. Вот здесь более серьезная норма, и в случае, если такие кандидаты будут установлены, здесь также взаимодействие с Минюстом. Именно Минюст предоставляет информацию, мы нигде сами ничего этого не ищем. Нам Минюст, мы делаем запросы, Минюст нам проверяет. Если такое устанавливается, то в этой части кандидат лишается пассивного избирательного права. То есть он не может баллотироваться на выборах любого уровня, начиная с федерального и заканчивая, соответственно, выборами в органы местного самоуправления. Вот такие ситуации есть. Серьезные очень. Оно опробируется очень серьезно, очень взвешенно. Подходит избирательная комиссия к вот этой информации, которая поступает. И дальше уже, и даже если какие-то решения принимаются, конечно, последнее слово за судом будет. Таня Геннадь, ну что ж, у нас немного уже времени осталось до кончения передачи. 19 сентября, один день голосования, важный день для всей страны, полтора месяца. Чуть больше месяца остается до него. Ваши ожидания, как председатель избирательной комиссии Тверской области, чего ждете? Как бы хотелось бы вам, чтобы вот этот вот три дня голосования и единый день 19 прошел, ваши ожидания? Мои ожидания, конечно же, чтобы этот день прошел. Эти дни прошли, организованы, спокойно на территории области. Чтобы наши избиратели, наши избиратели, жители Тверской области, понимая важность тех избирательных компаний, понимая тот уровень депутатов, должностного лица, которого нам предстоит с вами избрать, проявили гражданскую активность, пришли на избирательные участки или воспользовались теми возможностями, которые сегодня предоставлены законодательством и проголосовали на дому, либо в удаленных населенных пунктах. И, конечно же, мне хочется верить и быть уверенной в том, что работа наших участковых избирательных комиссий, а я напомню, что в системе избирательных комиссий области работает более 10 тысяч человек. Это огромная команда, что все мои коллеги отработают те полномочия, те обязанности, которые на них возложены добросовестно, высокопрофессионально, и ни у кого из многочисленных наблюдателей, которые будут присутствовать на избирательных участках, не возникнет сомнения в работе участковых, в первую очередь избирательных комиссий. И ни у кого из избирателей, ни у кого из кандидатов не возникнет сомнения в легитимности и в достоверности тех итогов, которые будут подведены на избирательных участках, на территориях наших и в целом по Тверской области. Ну что ж, мы желаем вам удачи, сил, терпения. Она уже большая работа ведется и предстоит такая же. Я напомню, что сегодня мы вместе с председателем избирательной комиссии Тверской области, Валентина Евгеньевна Дронова обсуждали ход предвыборной кампании этого года и готовились к единому дню голосования. Я напомню, в этом году он намечен на 19 сентября. Это финальный итоговый день голосования. Вообще голосование по нескольким уровням кандидатов. Это и губернатор, и глава региона, и депутаты Государственной Думы, и депутаты Законодательного Собрания региона. Голосование вот по этим, такое масштабное голосование по этим кандидатам, начнется 17 сентября, продолжится 18 и финальный, 19 сентября, финальный день, воскресенье. Валентина Евгеньевна, спасибо большое, что сегодня пришли к нам, все нам рассказали. Я напомню, что вы смотрели программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. До свидания и удачи! Редактор субтитров А.Семкин